Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует канал Мир Моделей, меня зовут Павел. Мы находимся, как уже для вас не секрет, это у нас Санкт-Петербург, Марата 86, ТРК, Планета Нептун. Второй этаж, так что вы можете найти магазин здесь. Ближайшая станция метро Звенигородская. Второй магазин находится по адресу Бокатырский проспект, дом 10. Ближайшая станция метро Пионерская. Не забывайте, что у нас есть интернет-магазин, все сопутствующие товары и товары, которые мы вам будем показывать, они находятся на сайте, можно посмотреть их стоимость, а также можно их заказать. Сегодня мы сделаем такую обзорную экскурсию, это не все из того, что мы сегодня покажем вам, является новинками. Некоторые наборы являются новинками, а некоторые уже, можно сказать, старинками. Но тем не менее, мы просто объединили их в один такой блок. Дело в том, что у нас большое количество моделистов делает модели, так называемые, ну, можно сказать, мертвые, или еще такой есть термин необитаемые, то есть танк, который без всего. А многие люди, моделисты, в том числе, люди-моделисты, они делают модели, оживляют, делают их либо частью диорамы, многие сажают туда внутрь экипаж и так далее. Вот сегодня мы этому немножко посвятим наш сегодняшний обзор, у нас будет посвящен именно этому. Компания ICM, сегодня наш посвящен авиации, выпустила давно уже такую замечательную модель, это Gloster Gladiator. Это самолет периода 1933 года, выпуска начала войны, в метрополии он служил и до 50-х годов, в принципе, до 50-х это немножко с лихвой, но тем не менее, вот такой вот уже Биплан английский, широко известный самолет, который использовался и в начале Первой мировой войны, в полный рост. Интересная машина в 32-м масштабе. Также есть вот такой, по Бипланам прошлось неплохо, вот такой учебный самолет английский, вот, и вот такой вот есть учебный самолет американских ВВС. Такие вот интересные модели есть, и в то же время компания ICM, это все выпускает компания ICM в 32-м масштабе, озаботилась для того, чтобы те люди, которые предпочитают диорамы, или также, грубо говоря, те, которые очень любят посадить, допустим, внутрь какого-нибудь, допустим, человечка или пилота, озаботились такими наборами, которые позволяют, ну, так сказать, оживить вот эту вот модель, и выпустили наборы фигурок. Вот сегодня именно этим набором фигурок мы сегодня и займемся. Вот, вот у нас первое, мы начнем с чего, это у нас, ну, грубо говоря, это у нас американцы, вот американский тренировочный самолет, вот, вот есть такой вот набор американских пилотов. Конечно, они, может быть, сюда не подходят, потому что тут их три человека, на заднем плане, если вы здесь обнаружите, здесь у нас там, судя по всему, это, я могу сказать честно, я только что собирал такой самолет, это Invader, вот, определил я его по характерному открыванию кабины, вот, вот такой вот и замечательный набор, вот, можно спокойно собрать этот самый, данный набор и поставить его в такой вот собранной модели. И есть еще вот такой вот набор, вот такие тоже американские, это у нас женщины на службе ВВС США. Ну, там есть один сотрудник из этих женщин, он является здесь у нас, это у нас, ну, грубо говоря, оперативный работник и два пилота. Ну, и как вы знаете, одно, что женщины активно использовались ВВС США для перегонки самолетов, потому что самолеты собирались в различных частях страны и перегонялись на приемочно-сдаточные аэродромы, где их принимали ВВС. Кроме того, знаете, и знаменитый фильм Перегон, где именно летчицы ВВС США перегоняли, ну, там, аэрокобры, а не перегоняли именно в Советский Союз. Вот, так что такие замечательные фигуры. Значит, я просто один набор как бы немножко покажу. Кстати, если обратите внимание, здесь на заднем плане изображен именно вот этот самолет. Так что, если вы соберете вот такую модель и поставите к нему этих трех замечательных женщин, у вас получится именно картинка с коробки. А этот рисунок сделан с фотографией. То есть такая фотография на самом деле существует. Так что имейте в виду, это очень интересный нюанс. Вот. Значит, я просто загляну в одну коробочку, потому что алгоритм действия здесь везде один и тот же. То есть здесь внутри находится литниковая рамка. Вот, ну, что бросается, поскольку это у нас девушки. Ну, красивые длинные ноги, естественно, как же без этого. Вот, и есть парашютные системы, есть голова с летчицком, есть замечательный вот самый шлем, есть голова девушки в пилотке, ну, как говорим мы в нашем, так сказать, сленге, расчлененка. То есть это вот собирается здесь вот таким вот образом. То есть, конечно, можно использовать рисунок для понимания цветов, чисто визуально. Ну, и есть вот такая замечательная вкладочка, вот, где подписаны по номерам вот эти вот те самые детали. Здесь также даны краски. Краски даются по ревелу и по томее. То есть можно либо такие, либо такие. В принципе, все красится довольно-таки кистью. Вот. Ну, а здесь более подробно расписано, куда, каким цветом, что, где отмечается. То есть вот таким вот образом. И по такому же принципу сделаны другие наборы. Вот. Замечательный набор, в 32-ом масштабе для вот замечательного биплана Второй мировой войны, учебного самолета. Это у нас были, вот сейчас мы только что рассмотрели американцы. Вот. Теперь у нас есть, вот поскольку мы уже только что озвучили Глостер, вот, Глостер. И озвучили мы еще, у нас здесь есть учебный самолет, тоже, так сказать, сейчас остановимся мы сначала на учебном самолете. Это учебный самолет ВВС Британии. Очень активно он участвовал. И вот есть такой замечательный набор в 32-ом масштабе. Это обучающиеся пилоты, ну, кадеты, их называли. Кадеты Royal Air Force, то есть Королевских Вооруженных Сил. Воздушных, Королевских Воздушных Сил, извиняюсь. Вот. Так что вот действительно, получается, если посмотреть внимательно, да, вот этот самолет, здесь тоже, тоже видно была где-то вот такая фотография. С нее сделан вот такой рисуночек. Вот. И вы можете спокойно по этой фотографии сделать вот этот такой замечательный набор и поставить их уже вот такому собранному самолету. То есть, естественно, тут у нас есть один летчик, очевидный инструктор, есть такой вот бывалый, бравый, наверное, капитан с трубкой в руке, ну, и два курсанта. Мы их зовем как курсантами, они их зовут кадетами, которые, допустим, сегодня должны провести какое-то полетное задание. То есть буквально они с инструктором должны подняться в небо, допустим, через какие-нибудь 20-25 минут. Вот. Такой вот набор у нас есть. Это у нас именно вот мы рассмотрели кадетов. Кадетов. Вот. Теперь, значит, мы немножко рассмотрим вот такой вот у нас. Я уже три раза его уже показывал по-всякому. Это вот глостер-гладиатор. Вот. Есть такие замечательные два набора, я их даже говорю сразу два. Это британский обслуживающий персонал, который именно прямо, кстати, находится рядом с гладиатором. То есть можно сделать диорамку, где летчики, можно с летчиками, можно просто обслуживающий персонал, который непосредственно делает какие-то технические работы перед запуском самолета. Ну, то есть там один пилот что-то делает в двигателе, два из них, вот они занимаются тем, что ремонтируют что-то здесь, один пилот что-то делает, вот не знаю, что это, бак что-ли, или что-то такое. Ну, в общем, короче, вот этот человек тоже хулиганит около самолета. Вот, что-то вот куда-то вверх тянет руки, я думаю, что может тоже куда-то его там поставить и разобраться. Тоже вот такая вот, это именно техники обслуживающие самолет, именно британские техники, но посмотрите, пожалуйста, по форме. Судя по всему, это происходит где-то в Англии, потому что довольно-таки здесь прохладно, то есть понимаете, что как бы такая форма. Вот, а вот здесь вот следующий набор, я хочу вам объяснить, набор 32106, здесь именно пилоты британские в форме, в которой они воевали в тропиках. Ну, она называется тропическая, но на самом деле в такой форме они летали в колониях своих, то есть там и в Новой Зеландии, и на Филиппинах, где у них были британские колонии, ну, и также вот эти вот товарищи, голоногие товарищи летали в Африке, в Северной Африке, в том числе, ну, конечно, летали они там уже и на спидфайрах, и на хорикейнах летали, на более поздних, но форма у них была именно вот такая, так что можно спокойно этот набор использовать, либо вот самолетом с этим глостером-гладиатором, можно использовать, но если у вас есть набор хорикейна в 32-м, это очень редкая модель, чаще всего попадается хорикейна тропическая модификация, так называемая спидфайр тропическая МК-5, туротропический, его, как правило, делает у нас компания Хобби Босс в 32-м масштабе, а хорикейн вообще редкая модель в 32-м, ее практически никто, кроме компании Флай, не делает, поэтому, думаю, что если вы захотите сделать какую-нибудь диорамку без использования глостера-гладиатора вот этого, то я думаю, что вы можете спокойно туда вписать вот данных людей, потому что эта форма тоже присутствовала в те времена, в то время и в том месте. Вот, если мы рассмотрели. И теперь у нас еще есть два набора, вот, это у нас набор 32-111, здесь у нас пилоты Второй мировой войны. Это у нас сидячие пилоты, которые усаживаются в кабину. Вот у глостера-гладиатора, например, кабина открыта, и в принципе пилота довольно-таки хорошо видно, там такие боковые створки открываются. Вот здесь у нас есть пилоты Германии, Италии и Японии. Вот три пилота у нас, все они сидящие. Хочу вас обратить внимание, что вот этот пилот в синих штанах, это сидящий на парашюте, потому что во Второй мировой войне в основном пилоты сидели на парашютах на своих, то есть не было мягких сидений, естественно, была такая выемка, и мягким местом являлся именно парашют. То есть мягкое место на мягкое место. И получалось очень мягко, потому что спиной летчики пристегивались, это самое, то есть ощущали, были привязаны, в принципе. Ну вот итальянец, да, у итальянского пилота парашют вот здесь за спиной. То есть это у итальянцев так, у всех по-разному, но в основном немцы сидели на парашютах, наши летчики тоже сидели на парашютах, а вот по-моему пилоты фоккевульфов, вот у них были такие немножко измененные парашютные системы, такие тонкие, они у них были на спине. Ну, надо точно узнать. И вот у нас получается, что вот это у нас итальянец, вот это у нас немецкий пилот, а вот это пилот Япония. Ну, японские модели самолетов Второй мировой войны в 32-м масштабе вы можете найти только у компании Хосигава только, к сожалению. Ну, и Томея сделают свой, два или три вида сделают зеро, но это модели очень высокого уровня, и очень высокого качества, и очень высокой цены. Ну, к сожалению, вот так вот. Вот такой замечательный набор, вот тоже, здесь нету, правда, британского пилота, но британский пилот у нас просто такого набора нету, но в принципе у них есть именно такой набор британских пилотов, просто он у нас в данный момент закончился в продаже. Он такой набор есть. Ну и последний набор на сегодня, это у нас 32109, это вот именно мы уже показывали вам технический персонал, именно который вот этот вот английский, технический персонал, который обслуживает самолет, тут вот люди находятся вокруг техники, обслуживающей самолет, который около самолета. А вот эти ребята, это технический обслуживающий персонал Люфтваффе. Вот здесь вот у нас, ну, знаменитый их очень часто, очень много снимков у времен Второй мировой войны, когда они самолет заправляют, вот именно основное вот это здесь оно и есть. То есть здесь бочка, есть человек, несущий ящик с инструментами, и человек техник, несущий масленку, ну, видно масло заливать, потому что понятно регламентная работа, масло доливалось, масло в течении испарялось и таким вот образом. Вот, в общем, вот такой вот замечательный набор. Ну, конечно, понятно, что здесь можно поставить это все рядом с самолетом, вот, а можно также поставить этих вот пилотов рядом где-нибудь отдельно, потому что даже их можно поставить без самолета, они будут смотреться, но тем не менее все равно как-то для антуража нужна какая-нибудь либо самолетная стоянка, где самолет только что буквально они его как бы обслужили, и он как бы улетел. Поэтому здесь надо уже как бы додумывать. Есть также, конечно, есть и пилоты, есть пилоты штурмовиков, но просто в данный момент сейчас эти наборы немножко у нас раскупили, они сегодняшний набор именно по этой причине и не попали. Вот, уважаемые коллеги, сегодня у нас такая обзорная экскурсия, это не то что новинки, а, так сказать, мы сегодня рассмотрели направление, это фигурки в 32-ом масштабе для оживления, для постройки диорамы, и оживления, так сказать, диорамы, в том плане, что не можно не только поставить самолет, но и к ним еще приписать какие-нибудь фигурки. Фигурки у нас есть довольно-таки специфические, они в то же время являются тематические, то есть есть немецкие, английские, есть американские пилоты, есть такие же английские и американские самолеты. Можно спокойно все это собирать, делать замечательные диорамы, фигурки довольно-таки хорошего качества. Так что я думаю, что это будет интересно, вам будет полезно, знать, что такие наборы имеются в продаже, они по-своему хорошие, и я бы сказал, даже немножко такие оригинальные, поэтому я думаю, что если те люди, которые собирают диорамы, не применят воспользоваться вот таким великолепием. Спасибо компании A7, что кроме того, что она в последнее время, так сказать, выпустила несколько замечательных самолетов периода 1933-1942 года, там есть и Gloster Gladiator, и вот этот Tiger Mods, и самый американский самолет начального обучения, так сказать, типа нашего Пу-2. Есть также у них в производстве Fiat итальянский самолет, и вот можно вполне сделать хорошую диорамку с использованием самолета и вот таких вот замечательных фигурок. Так что хочу вас рекомендовать эти фигурки высшей степени. Ну а тебе хочу сказать уже по традиции, что уважаемые коллеги, покупатели, перед посещением просим вас использовать средства личной гигиены, использовать санитайзеры, перчатки, носить маски, это будет уберегать ваше здоровье и наше здоровье. Я думаю, что это сейчас очень актуально, поэтому крепкого вам здоровья! Меня зовут Павел, это магазин Мир Моделей, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok